Здравствуйте! Новости на телеканале Хабар в студии Вольдар Доспаева. Столица Казахстана – один из главных символов независимой стены нашей страны. Свидетельство высокого потенциала ее развития. Несмотря на свою молодость, она получила признание во всем мире. Еще в 1999 году по решению ЮНЕСКО, тогда еще Астана, была награждена медалью и званием города мира. Главным архитектором города по праву является Нушултан Азарбаев. Столица растет и движется вперед, увлекая за собой весь Казахстан. С именем Ельбаса связаны многие глобальные проекты. Один из них по сохранению реки Сырдарьи и северной части Аральского моря реализуется в Казлардинской области. Тему продолжит Райхан Тажибаева. Первое рукотворное море Малый Арал сегодня сравнивают с чудом, которое появилось в результате реализации самого грандиозного водного проекта регулирования русла реки Сырдарьи и сохранения северной части Аральского моря. В рамках водного проекта возведена Кукаральская перемычка. 300-метровая дамба со 140-метровым откосом почти полтора десятилетия исправно выполняет свою задачу. Проект стоимостью 86 миллионов долларов США позволил создать Малый Арал. Его должны были наполнить водой за 36 месяцев. Но благодаря Кукаральской перемычке задачи справились всего за полгода. Сегодня объем водоема составляет 27 миллиардов кубических метров. Шахслых Дильжанов – потомственный рыболов. Полвека он наблюдал, как высыхало море и как оно возрождалось, как рушились надежды и как появлялись новые. Арал всегда был под пристальным вниманием первого президента. Благодаря ему нам удалось спасти часть моря. Я видел, как прекратилось свое существование судоходство и рыболовство. Как в отчаянии люди покидали родные места. Сейчас все иначе. Море возродилось. Вместе с водой появилась рыба, ожила природа. А главное – в село возвращается наша молодежь. До 2000 года из-за высокой концентрации соли в воде в море обитала лишь одна рыба – камбала. Ее добывали около 400 тонн в год. Сейчас в Маламорале 23 вида рыб, 14 из которых промысловые. Объемы ее добычи составляют 8-8,5 тысяч тонн в год. В данной отрасли сегодня заняты около 3 тысяч жителей приорали. В регионе 8 рыбоперерабатывающих заводов с общей годовой мощностью свыше 11 тысяч тонн. Четыре предприятия имеют Еврокод. Растет и экспортный потенциал. В прошлом году было экспортировано 3800 тонн рыбной продукции. 55% в Россию, 30% в страны Европы. Впервые аральская рыба отправлена в Китай. В прошлом году около 90 тонн. С начала этого почти 360 тонн. В целом за последние пять лет объемы добычи рыбы в регионе выросли на 30%. Развивается рыбная отрасль. Улучшается качество жизни людей. Райхан Тажбаева, Альхайдар Турлханов. Казалардинская область. Хабар, 24. Глава государства подписал указ об утверждении плана действий по реализации его предвыборной платформы. Благополучие для всех, преемственность, справедливость, прогресс и предложения, полученных от граждан республики в ходе общенациональной акции БРГ. Указ направлен на обеспечение своевременного исполнения всех задач по социально-экономическому и политическому развитию Казахстана, изложенных в предвыборной платформе президента, закреплением конкретных сроков и ответственных госорганов. Контроль исполнения плана возлагается на администрацию президента. И к другим новостям. С начала года в стране дешевее 92-й и 95-й бензин. Стоимость топлива упала почти на 7%. Уже в этом месяце Казахстан начнет экспорт бензина за пределы ЕАЭС. Об этом сообщил министр энергетики. После модернизации все три нефтеперерабатывающих завода увеличили мощность и глубину переработки в прошлом году. В результате завершения модернизации с начала года на рынке наблюдается также профицит по отечественным бензинам АИ-92 и АИ-95. Производство бензинов на 20-30% превышает внутреннее потребление сегодня. Президент Польши Анджей Дуда наградил медалью казахстанца Тасабая Абдекаримова. В годы депортации он спас польскую семью Яблонских. Подробнее мои коллеги. В этом зале собрались видные политики и деятели культуры. Президент Анджей Дуда здесь с почетной миссией собирается наградить 14 номинантов, которые в свое время помогли полякам. В числе первых медаль «Мужество и братство» получил Тасабай Ата из Туркестанской области, спасший семью Яблонских, которые были депортированы в Казахстан. Очень важно рассказывать об этом добрее и отмечать его. Жителю Казахстана вручили медаль первым. Это была большая честь. Меня очень тронула его речь и эта история. Это символическая благодарность от нас, поляков, от Польши. Мы уверены, если рассказывать эти истории, добра на земле станет больше. Меня наградили медалью. За это хочу сказать миллион раз спасибо. Это награда всему казахскому народу. Казахи сильные, открытые, всегда готовы помочь даже другим народам. И мы, конечно, помогали. Тасабай и Валентин – казах и поляк, чья дружба началась в далеком 52-м году. Они вместе пережили тяжелые годы. И даже когда Яблонские уехали в Польшу, писали друг другу письма. Сегодняшняя встреча поистине историческая. Потому и слез старикам не удалось держать. Они увидели меня такого худого и больного. Приносили мне еду и даже спрашивали, откуда я и зачем. Благодаря таким людям мое здоровье начало быстро восстанавливаться. Я бы хотел поблагодарить Тасабай и весь казахский народ. Они делились тем, что имели. За те годы в Казахстане я хорошо познакомился с народом и их обычаями. Я помню вкус кумыса и, конечно, как мы ели бешпармак в юртах. Я очень хочу посетить Казахстан и даже думаю написать книгу о том, как это было. После того, как Валентин встал на ноги, он тоже начал помогать казахам. Медик по образованию стал сельским фельдшером. Каждый день он ездил из одного аула в другой. Так польский парень спас многих казахов. Кстати, так язык наш освоил. Валентин останется в моем сердце навсегда. Друзья бывают разные, по-рабочи, школьные, но мы настоящие друзья. И через многое прошли вместе. Было немало трудностей. Я люблю его всем сердцем. Тасбай Ата всю жизнь проработал агрономом. Воспитал девятерых детей и является достойным примером для своих праправнуков. И, похоже, эту историю дружбы казаха и поляка будет помнить еще не одно поколение. В канун профессионального праздника карагандинский полицейский Дастан Азамбаев представлен к награде за спасение утопающего. О буднях майора полиции расскажет Юлана Чаус. Капитан полиции, дочь и сестра полицейского Осель Исабаева отлично знает, как подготовить мужа майора полиции к рабочему дню. Да так, чтобы он ни на минуту не отвлекался от службы. Плотный завтрак должен быть, потому что у нас ненаревизированный график. Мы можем даже без обеда остаться, поэтому по утрам желательно плотный завтрак. Конечно же, горячего чая или кофе и также яичница. Почти по-армейски две минуты на сборы и вот... Старший инспектор отдела расследования местной полиции Дастан Азамбаев по дороге на работу. Профессионализм сыщика не дает пройти мимо едва ли не каждой машине. Очень интересно. Майор Азамбаев с коллегами по отделу расследуют ДТП, в которых виновники скрылись с места аварии. Таких в Карагандинском регионе в среднем случается по 100 дел в месяц. И чем сложнее дело, говорит сыщик, тем интереснее. Мы по крупинкам ищем, например, столб, например, сбил. Как мы ищем? Кого спросить? Потихоньку уже начнем свидетелей искать, кто видел. Там на месте происшествия обломки будем смотреть, от какой модели. И потихоньку вот так, по цыпочкам, по крупинкам. Ну это интересно. Интересная работа. Годами наработанное, профессиональное, повышенное внимание разыскника к деталям помогает не только находить нарушителей, но спасает жизни. Другой бы на эти всплески в воде, случайно попавшие в объектив, и внимания не обратил бы. А полицейский сразу понял. Беда. Оказалось, у купавшегося мужчины в холодной воде свело на конечности, и он начал тонуть. Дастан, не раздумывая, бросился его спасать. Холод не чувствовал. Даже о себе думать времени не было здесь. Геройским поступком, не считаю это, любой гражданин здесь проезжающий увидел, вытащил бы человека с воды. В канун профессионального праздника за этот поступок коллеги представили майора полиции Дастана Азанбаева к награде. Юлан Чарс, Василий Савкин, Хабарт, Караганда. Необычная экспедиция сегодня стартовала в Казахстане. Верхом на лошадях в 10-дневные путешествия отправляются блогеры, в числе которых и иностранцы, журналисты и представители турбизнеса. Участники посетят наиболее интересные места для развития конных туров. Ежедневно группа будет преодолевать порядка 50-60 километров с остановкой в безлежащих аулах. По итогам экспедиции мы ожидаем выявить места и отрезки по маршруту самые оптимальные и пригодные для конных маршрутов. Эти маршруты будут подкреплены точными координатами, фотографиями и видеоматериалами с детальным описанием. Все это в дальнейшем будет передаваться турбизнесу, который будут эти уже туры формировать и продавать потенциальным туристам. В Караганде прошел первый республиканский конкурс буктрейлеров. Это те, кто делают краткометражки, рассказывающие о книге, пробуждающие интерес к ее прочтению. Авторами роликов стали учителя, библиотекари и школьники. На конкурс было представлено более 200 работ в различных жанрах от мультфильма до музыкального клипа. Конкурс проходил по семи номинациям. Лучшие работы будут размещены на республиканском образовательном канале «Орлио». Выпуск завершен.